Всем тихой ночи. Когда мы слышим о базах фонда SCP, обычно представляется зона 19, сама по себе которая тот еще аномальный объект, потому что может появиться в любой точке мира, и затем также внезапно исчезнуть. Или вот более нормальная зона 17, более похожая на крупный офис, где живут неопасные человекоподобные аномалии и работают ученые. В этом видео мы поговорим немного о другом. Город Лас-Вегас известен своими бесконечными развлечениями, соблазнами и в особенности азартными играми. Огромная масса людей, постоянно поддающиеся самым разным искушениям, сама по себе создает настоящую зону аномальной активности, и чтобы содержать ее и не только порождений, прямо под круглосуточно бурлящим городом был создан огромных размеров подземный комплекс. Во всяком случае это то, что знают сотрудники с не очень высоким уровнем допуска, однако получая доступ к более охраняемым тайнам, работник фонда узнает, что тут все не так просто. Сотрудник которого направляют на работу в подземный Вегас, сначала прибывает на Стрип, 7-километровый бульвар, по ходу которого располагается бесконечная вереница огромных размеров казино и гостиниц. В одном из них, а точнее говоря в Луксоре, выполненном в виде египетской пирамиды, находится неприметный лифт, достаточно долго едущий вниз. Когда его двери наконец открываются, нового сотрудника этого места встречает директор Рэндалл Хаус, можно даже сказать мистер Хаус. Если вы понимаете о чем я, он и сообщает новому сотруднику страшную правду. Под городом Вегасом под давлением всех его пороков появился настоящий ад, представляющий собой подземную копию города наверху, но искаженную и по-настоящему ужасную. Внимательный новобранец фонда может заметить, что номер этой зоны представляет собой дьявольское число из трех шестерок, а его работа теперь то ли изучать, то ли мучить местных грешников, что впрочем нередко одно и то же. Атмосфера в этом учреждении, конечно, интересная. Гостиница-казино, располагающаяся на поверхности, принимает постояльцев по большей части только из фонда SCP. Местная библиотека заполнена старинными книгами по демонологии, а в камерах содержания, располагающихся под землей, сидят существа, будто бы сошедшие с их страниц. Как же так вышло? Однажды в 1999 году, в этой пока еще относительно обычной зоне фонда, происходило изучение очередной демонической сущности, выловленной где-то на улицах Вегаса. Внезапно что-то пошло не так, началось землетрясение, и на одной из стен подземного комплекса появились древние руны. Они выстроились в круг, и внутри рунического круга разорвалась сама реальность, образовав портал, из которого было слышно неясное бормотание. Бормотание быстро сменилось на низкий рычащий голос, сообщивший, что голос этот принадлежит принцу Андер Вегаса, а портал открыт прямо на четвертый круг ада, точно такой же, как у Данте в книге «Божественная комедия». Да, в «Божественной комедии» четвертый круг ада предназначался для скупых и расточительных. Как раз для владельцев казино и для игроков место найдется. В книге грешники на этом уровне в наказание должны были постоянно таскать тяжелые вещи, что служило карой за, собственно, жадность. Вторым наказанием были постоянные драки, которые обитатели все время устраивали между собой. В общем, они там занимались пауэрлифтингом и боями без правил. Кому-то бы это даже понравилось. В книжном аду по Данте четвертым уровнем управлял бывший греческий бог Плутон, превратившийся в звероподобного демона. Его голос и был слышен из открывшегося портала. Итак, в подземном учреждении фонда SCP появился переход на четвертый уровень ада. И заглянув в него, ученые фонда SCP с удивлением обнаружили, что он похож на Вегас на поверхности, только лишь слегка измененный демоническим воздействием. Само пространство было наполнено как бы красным свечением, со множеством оттенков, а улицы были забиты тварями, слабо напоминающими людей. После этих событий зона фонда с таким переходом была признана отдельным аномальным объектом, и теперь она зовется SCP-7666. Тем не менее, комплекс продолжил свою нормальную работу, и теперь агенты фонда SCP несут службу в том числе и в аду. Первая группа исследователей сообщила, что город разделен на семь неравных частей, отличающихся по большей части тем, какие именно демонические существа там обитают. Семь разновидностей монстров, каждая из которых символизирует один из смертных грехов, из чего становится видно, что Андер Вегас посещают со всего ада, а атак те же самые казино и гостиницы Вегаса. После возвращения разведывательной группы, примерно через час случается еще одно неожиданное событие. Портал начал расширяться, и в итоге зона фонда частично обвалилась прямо в адский Вегас, фактически с ним соединившись. Из-за этого события, штурмовым группам фонда приходится захватывать буквально часть ада, что впоследствии позволило начать активные исследования этого измерения. Все вылазки оперативных групп записываются в объект SCP-7666. Само по себе соединение Вегаса и четвертого уровня ада было выделено в отдельный объект под номером SCP-4661. Существование этого пространства как таковое оказалось поддерживается вещью, названная резонанс тартарийной энергии. Питаясь этой энергией, существуют и местные жители, все из которых соответствуют описаниям данным в средневековых книгах по демонологии, ну и роману Данте. Упомянутая тартарийская энергия стала предметом изучения учеными фонда SCP, сама по себе, и они с удивлением обнаружили, что уже существуют люди, пользующиеся ей. Агенты организации обратили внимание на мужчину по имени Ричард Маркс, который путешествовал по разным городам и проводил семинары по некой бизнес-магии, позволявшей манипулировать биржей и рынками вообще. Эта бизнес-магия, как оказалось, подпитывалась тартарической энергией алчности четвертого круга, потому незадачливый колдун теперь сидит в камере SCP-6592. Под тем же номером 4661 записываются и все необычные события, происходящие в этом измерении. К примеру, местность иногда заполняется насыщенным красным светом. Детекторы юмов показывают резкое снижение плотности реальности. Появляются гуманоиды с бледной кожей, неспособные к общению. Они ведут себя агрессивно и нападают на всех, кого видят. Выглядит это как-то небезопасно. В условиях буквально слияния с адом, сотрудники службы безопасности столкнулись с новыми вызовами. Например, с тем, что жадные демоны четвертого уровня ада сразу же пожелали похитить сокровища, хранимые фондом SCP. Группа местных существ в количестве четырех сущностей, регулярно пытающиеся стащить ценные вещи, оружие и оборудование, получила отдельный номер SCP-7776. И она представляет некоторую угрозу. Как минимум один сотрудник SCP был убит по их вине. Однако фонд SCP все еще остается самим собой. И конечно же находит способ их ловить и содержать. Банда жадных демонов теперь обитает в камере содержания 7776. Один из них даже попросился взять его на работу. Они же сообщают все больше сведений об изучаемом мире в ходе допросов. Рассказывают к примеру о том, что в подземном городе греха проигрываются и выигрываются не только деньги, но и души. А какой-то из местных демонов даже придумал хранить души в блокчейне. Такой вот прогрессивный. Дальнейшее изучение происходящего показало, что не только ад четвертого уровня стал похож на Вегас, но и сам Вегас начал интегрироваться в ад. Ведь демоны распробовали вкус человеческих пороков и захотели еще. Одно из казино-3 по основной реальности заполнилось демоническими монстрами, что определенно представляло угрозу для анормальности мира. Фонд конечно же начал действовать. Мог фонда довольно быстро отбила у существ здания. Ведь демоны были вооружены в лучшем случае разбитыми бутылками и кусками арматуры. После короткого боя на парковку сооружения заехали несколько грузовиков с крупными якорями с Крэнтона. И когда эти устройства заработали, реальность вокруг стала нормальной. Для сдерживания таких событий также потребовалось немало святой воды. Однако делу внезапно смогло помочь еще кое-что. В ходе исследования местности на предмет аномальной активности в резервуаре дамбы Гувера было найдено мертвое тело Майкла Симмонса, уличного артиста, изображавшего Элвиса Пресли. Энергия Элвиса, видимо, тоже подходила против злых сил. И теперь это SCP-4967. Во время штурма зараженного казино оперативники SCP, возглавляемые директором зоны хаосом, встретили самого принца четвертого уровня ада. Им оказался греческий бог Плутон, ставший демоном. Тот же, что и охранял вход в этот уровень божественной комедии. Внезапно хаос предложил древнему божеству определить, кто же владеет городом путем азартных игр. И директор зоны SCP выигрывает у бога. Ведь фонд SCP обыгрывал богов и демонов в их же играх уже множество раз. С чем только фонд SCP не сталкивается в своей работе. И вот теперь ко всему этому многообразию добавилось и демоническое казино. Не заскучаешь точно. Всем пока!